Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Привет, Роман! Привет! Присаживайтесь! Присаживайтесь! Рядом с вами лежат письма. Можете взять, пробежаться глазами. Это истории Елизаветы и Ивана Кузькиных, живших до войны в Тульской области. Лизонька, привет тебе со снежных берегов Дона. Надеюсь, у тебя и у Сашники все хорошо, ваше здоровье в порядке и едите досыта. Горка в карьере уже, небось, обледенела, катайся не хочу. Пусть радуется жизни каждый раз, когда предоставится возможность. До тебя, наверное, уже дошли тревожные вести. Враг в самом сердце нашей Родины и сражается отчаянно. Но наша Красная Армия не знает усталости. Отчаяние, которое мы испытываем, представляя, что фашист победит, не дает нам права отдыхать и ждать чуда. Мне очень жаль, что я сейчас не с тобой. Но больше всего я боюсь, что командир однажды скажет, едем на Тулу. Лиза до войны работала на почте. И во время войны продолжала службу, считая себя обязанной передавать как плохие, так и хорошие новости семьям, ждущим вестей с фронта. Ванюша, привет. Целую тебя бесконечно. Саша здоров. Скучает по тебе, как и я. Все наше большое семейство шлет тебе привет и желает крепкого здоровья и сил. За нас не беспокойся. Думай только о том, как пережить это все. Я уже решила, куда мы с тобой первым делом пойдем, когда снова встретимся. На танце. Сейчас в доме культуры, склад и пункт приема, но иногда звучит музыка. Я когда мимо прохожу, вспоминаю нашу встречу. Помню, смотрела на тебя и думала себе, вот же неловкий парень. А как пригласил танцевать, так сразу ничего. Очень даже ловкий и обнимает так нежно. Целую тебя, Ванюша. Люблю. Елизавета была первой красавицей, но Ивана приняла сразу же, как увидела. За несколько лет до войны молодые поженились и вскоре родился мальчик Александр. Я думаю, что такие воспоминания приятные помогали людям в то время вообще выживать. Тем не менее, война не щадила никого. Лиза, боже мой, какое горе. Как ты себя чувствуешь? Прошу тебя, мужа Аси, не вздумай винить себя. Такое потрясение кому угодно подорвет здоровье. Клянусь тебе, я стану в тысячу раз более внимательным и осторожным. Не считай это дурным знаком, предзнаменованием. Я вернусь живым. И если только захочешь, будут у нас еще дети. А если нет, у нас есть Саша, у меня есть ты. Я только о тебе и волнуюсь, мой друг, моя любовь. Так подождите, я не понимаю, получается, что у них было двое детей? Или что случилось? Расскажите. Дело в том, что Елизавета была беременна и потеряла ребенка спустя неделю, как Ивана призвали на фронт. Это ужасно. Ванюша, доброго дня тебе. В прошлом письме ты писал про... Тут неразборчиво. Излучина Дона под ударом, как и Сталинград. Тебе больше опять неразборчиво. Я долго не писала, но ты не переживай за нас. Мы все целы и здоровы. Красная армия разбила осаду. Немец отступил. Наконец-то закончились эти страшные дни. 45 дней. Говорят, нас мучил Ханс Вильгельм Гудериан. Не слышала, чтобы он погиб. Но желаю ему только смерти. Все позади. Восстанавливаем наши дома и ждем своих героев домой. Иван, дорогой мой, береги себя. Знаю, впереди тяжелые сражения. Молюсь, чтобы ты думал только о своем здоровье. Ты настоящий герой. Смотрите, а у меня здесь вот в письме строчки зачеркнуты, а в оригинале так же было? Абсолютно верно, было так же. Дело в том, что полевое командование боялось, что письма перехватят в пути. Поэтому перед отправкой стирали любые слова, которые могли дать ценную информацию врагу. Лиза, родная, получил все твои письма разом. Теперь на сердце отлегло. Точно говорю. Ваня, мы знаем о вашей победе под Сталинградом. Молюсь, чтобы ты был цел. Письма от тебя приходят все реже. Напиши, как только будет возможность. Твоя Лиза. Уважаемая Елизавета, спешу сообщить новость о том, что ваш муж, Иван Кузькин, был тяжело ранен в бою за Сталинград. Доблестная Красная Армия одержала победу. Ваш муж благополучно переправлен в стационарный госпиталь под Волгой. Ранение ниже колена не смертельное, с чем вас и поздравляю. Доблестный боец заслужил всеобщее уважение за свою отвагу и решительность. Многие погибли. Но Иван выжил. И на данный момент я лично ручаюсь за его здоровье. С уважением, командующий 62-й армии Чуйков. Командующий 62-й армии. Вот так запросто про каждого бойца перед их семьями не отчитывается. Ну, видимо, Иван действительно заслужил его личное уважение. Я думаю, какой-то подвиг совершил. Елизавета получила это письмо запоздала. Вместе с письмами мужа, которые тот писал уже сам своей рукой из госпиталя. Лиза, дорогая моя. Спешу сообщить, что я цел и невредим. Мы отбили Сталинград. Город разрушен, но я видел фонтан с танцующими детьми. Его не тронули. Представляешь? Это вселяет надежду. Здравствуйте, многоуважаемая Елизавета. Мы, бойцы, сержанты, офицеры, служащие вместе в одной части с вашим мужем Иваном Кузькиным с глубокой скорбью и извещаемой героической смерти вашего мужа, который пал смертью храбрых в боях за родину 15 октября 1943 года. Мы знаем, что это извещение для вас будет тяжелым. Ваш муж проявил героизм, бесстрашие, он всегда был смелым. Проявлял заботу и воодушевлял нас на подвиги во имя Родины. Только своими силами Иван нанес большой урон врагу в живой силе и технике. За проявленный героизм, мужество и отвагу ваш муж представлен к правительственной награде Ордену Отечественной войны. Мы, боевые друзья вашего мужа, поклялись отомстить за смерть нашего боевого товарища и вашего любимого мужа. По поручению бойцов, сержантов и офицеров командир военной части 62-344, гвардии майор Журавский, замкомандира по политчасти гвардии майор Рубанов. Все-таки погиб. А вот и нет. Он выжил. Произошла ошибка. Иван был снова тяжело ранен и эвакуирован с поля боя. Далее в штаб поступило преждевременное сообщение о смерти Ивана, но по прибытию в госпиталь бойца удалось спасти. Ранение оказалось легче, чем показалось на поле боя. Выстрел пришелся чуть выше сердца, от чего не пострадали ни органы, ни кости. Дорогая Елизавета, сообщаю последние новости. Я жив. И мы освобождаем теперь не только наш дом, но и всю Европу от проклятого фашизма. Пишу из Белграда. Тут все иначе, чем у нас. Хотя люди, пережившие оккупацию, кажутся родными. Я знаю, что тебе пришлось пережить, получив письмо от моих товарищей. Прости меня за это. И их не вини. Видела бы ты их лица, когда я вернулся в ряды Красной Армии. Я знаю, что не погибну. Я вернусь домой и обниму тебя крепко-крепко. Обеими руками. Что немаловажно. Прошу тебя, спи спокойно, зная, что война вот-вот закончится. Путь не близкий, но это будет свободный путь от Берлина до самого порога нашего дома. Лизинка, целуй от меня Сашу. Береги себя. Люблю и обнимаю. Иван. Иван получил медали за боевые заслуги и медаль за освобождение Белграда. До Берлина Иван не добрался. Удалось вернуться домой раньше. Прибыв домой, Иван узнал, что во время бомбежки Тулы погибла вся его семья, кроме супруги и сына. Ильзавета не стала писать ему о трагедии, чтобы не делать больно мужу. Иван вернулся домой живой, здоровый. И сегодня в нашей студии правнук героической семьи Кузькиных. Встречайте Александра. Мои прабабушка и прадедушка берегли друг друга и оба внесли неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной войне. В это страшное военное время у человека мало что остается, кроме любви и надежды. И эти письма тому доказательству. Письма войны не всегда были правдивыми. Люди, разделенные километрами в выжженной горем земли, берегли друг друга. И часто скрывали правду, потому что она была настолько чудовищной, что сказать ее было просто невозможно. Но они чувствовали друг друга и умели читать между строк, пронося свою любовь через любые испытания.